Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Джордж Оруэлл. Монголо-татарское нашествие на Киев в 1240 году на многие годы истощило и обессилело державу. А постоянные междоусобные ссоры князей не помогли народу собраться силами и возродить былую славу стольного града Киева. Историки констатируют, что с 1259 года какие-либо письменные упоминания о нем отсутствуют. Ученые до сих пор не смогли установить, кто же в то время правил в центре славянской государственности. Михаил Грушевский считает, что столица Украины, Руси, Киев, находилась под непосредственной властью Золотой Орды. Современные исследователи не исключают участие в государственных делах и покоренных хачевниками местных князей. Как бы там ни было, на Украину возвратила к жизни новая сила. В конце 13 века на геополитической карте Европы восходит звезда Великого княжества Литовского. Кто стал правоприемником древнеславянской державы? Если мы посмотрим на границы Великого княжества Литовского, то они во многом, особенно в западной части, повторяют границы Киевской Руси. Какой опыт стал полезен литовским князьям на землях Украины-Руси? Литовское государство во многих моментах скопировало древнерусское устройство. Во главе государства стоял Великий князь. Его власть поддерживали крупнейшие землевладельцы-бояре. Что задумали составители Кревской унии? Малопольские князья обращаются к князю Ягайло с предложением стать мужем польской королевы Ядвиги Анджуйской. Смена престолов Великое княжество Литовское формировалось из разрозненных племен. Они заселяли земли на юго-восточном побережье Балтийского моря и вдоль рек Немана и Западной Двины. Основателем первой династии объединенного народа историки считают литовского князя Миндовга. В 1316 году на престоле его сменил Гедемин. Именно он бросил вызов монголо-татарским завоевателям и начал освобождать украинские земли от золотоордынцев. Украинские земли становятся предметом заинтересованности со стороны всех государств, которые в то время их окружали. Это и Польское королевство, и Королевство Венгерское, а также Молдавское княжество. За эти земли воюет и Литва. Мы не можем называть этот процесс экспансией Литвы, но и не можем называть освобождением. На тот момент украинской государственности по разным причинам не существовало. Дело в том, что литовцы были более всего готовы и морально и технически прийти к нам. Они уже имели опыт освоения таких больших территорий. Поворотным и значимым событием в истории Украины-Руси стала битва литовского войска у Синих Вод. Ныне это территория возле речки Синюха в Кировоградской области. Возглавил сражение сын князя Гедемина Ольгерд. Особенно успешная политика экспансии литовских князей станет в 1360-е годы. Особенно успешной политикой экспансии литовских князей становится в 1360-е годы. Это годы правления князя Ольгерда. В Литве его называют Альгердас. Именно он в 1362 году разбивает татар-монгольские войска в битве на Синих Водах. Он освободил украинские земли от зависимости со стороны монгольских ханов и таким образом перевел их в зависимость от княжества литовского. На тот момент под властью Литвы оказались бывшее Киевское, Черниговское княжество, а также Подолье. В начале осени 1362 года Ольгерд собирает войско приблизительно 20-25 тысяч человек. В его составе были не только литовские солдаты. В бой против татарской оккупации рвались и княжеские дружины русичей, а также добровольцы из благородных семей из белорусских земель. Следует понимать, что это не был одномоментный акт. Война за освобождение земель из-под власти Золотой Орды растянулась почти на 100 лет. Первые активные и успешные события начались в 1362 году с победы в битве у Синих Вод, а закончились уже присоединением территории Южной части Левобережья к Великому княжеству Литовскому в середине 15 века. Тогда был окончательный разгром Золотордынских войск. Когда хозяином над литовской землей был великий князь Ольгерт, он ушел в степи с литовским войском и побил на Синей Воде татар трех братьев князя Хачебея, Кутлобуга и Дмитрия. От них правили атаманы, а в Аскаке на Изжая отбирали дань от тех атаманов. После долгих десятилетий забвения на земли Киевской Руси пришла оттепель. Чтобы успешно управлять отвоеванными у татар территориями, литовские князья решили не менять местный жизненный устой. Как писалось в одном тогдашнем документе, старого не меняем, а нового не вводим. Практически нерушимым осталось и административное управление. Лишь в удельных княжествах представители династии Рюриковичей заменили правителями литовского рода Гедеминовичей. Так сыну Ольгерда Владимиру досталась Киевщина и Переяславщина. Карибуту, Черниговское и Новгород-Северское княжество племянники Зюри, Александр, Федор, Константин, Кариатовичи взяли под свое крыло Подолье. Главное то, что, во-первых, Гедеминовичам удалось объединить огромный массив земель. До этого они принадлежали Рюриковичам. Это территория Украины. Имеются в виду именно те земли, которые были заселены украинским этносом. То есть Сиверщина, Киевщина, Волынь, часть Подолья, а также Беларусь и этнические литовские земли. Объединив территории под своим скипетром, князья объединили соответственно и военную силу. Создав крепкий политический союз разных народов, они перешли в наступление. Из-за внутреннего кризиса Золотая Орда уже не была такой сильной, какой была раньше. И таким образом, благодаря объединению усилий украинцев, белорусов и литовцев под эгидой князя Гедеминовича удалось нанести сокрушительный удар Золотой Орде. Исследователи отмечают, что после прихода Литвы на земли Украины-Руси в небольших княжествах власть осталась в руках местных правителей. Они добровольно становились вассалами великого литовского князя, соответственно, служили в его армии и платили дань. Со своей стороны, литовский сюзерен обязывался защищать украинских подданных от агрессоров. Пришлые князья опирались на опыты знания местной знати. Частыми стали и династические браки. Некоторые историки считают, что продвижение Литвы на киево-русском пространстве было не завоевательным актом, а мирным присоединением, такой себе тихой экспансией. Известный украинский историк Наталья Яковенко пишет, Созданный без заметных завоевательных усилий, новый государственный организм представлял собой весьма неординарный субъект истории. Государство, в котором от народа завоевателя по сути оставалось только название. Великое княжество Литовское. Фактически почти 90% его населения составляли русины, то есть белорусы и украинцы. То, что Великое княжество Литовское попало в культурный плен Украины-Руси, это факт неоспоримый. Литовские князья пришли к славянам-язычникам. Однако вскоре и верховные правители, и множество простого люда приняли православие. А большинство своих законов Литовская власть создавала на основе актов Киевской державы 9-13 веков. Литовская держава в многих моментах скопировала давнерусские устры. Начали державы, стояв великий князь. Литовское государство во многих моментах скопировало древнерусское устройство. Во главе государства стоял великий князь. Его власть поддерживали крупнейшие землевладельцы, бояре. Власть князя и бояр опиралась на дружинников, которые получали землю за свою военную службу. Из древнерусского государства литовцы также позаимствовали и систему права. Русская правда времен Ярослава Мудрого стала основой будущего литовского законодательства. На разных территориях литовцы пошли на сотрудничество с различными династиями, с местными боярскими династиями, которые стали основой будущих родов, магнатских родов Великого княжества литовского. Так, например, из числа таких родов мы можем отметить семью Астрожских, семью Вишневецких. В середине XIV века Киев вновь выходит на геополитическую арену Европы как стратегический украинский полис Великого княжества литовского. Постепенно расширялась и сама территория Киевского княжества. Вновь усиливался его авторитет и влияние на другие украинские земли. Если мы посмотрим на границу Великого княжества литовского, то она во многом, особенно в западной части, повторяет границы Киевской Руси. Во-вторых, если столицей Киевской Руси был Киев, мы также имели еще несколько крупных удельных городов, то такая же ситуация была и в Великом княжестве литовском. Однако единственной столицей стал Вильнюс. Но Киев и Луцк все же считались фактически стольными, одними из главных городов этого государства. Нередко в титулах литовских князей дописывалась приставка «Литовско-киевский князь, правитель Киева и Литвы». Поэтому в глазах местного населения, а также жителей окружающих земель, это было продолжение той старой династии. Не стоит забывать, что в 14-15 веках украинские земли в политическом плане представляли собой конгломерат княжеств, что тоже было типичным явлением для Европы. Литовцы интересовались не только историей государственности Киевской Руси. Они также заимствовали от местных жителей веру, культуру и военные навыки, способы обороны, строительство крепостей. И даже на исконно литовских землях появляются русские названия «Наместник», «Городничий», «Тиун», «Конюшей», «Ключник». Речь русичей становится языком Великокняжеского двора и государственной канцелярии центра литовского княжества города Вильню, нынешний город Вильнюс. Когда мы говорим о политике Великого княжества Литовского, то мы не должны забывать принцип «Старины не трогаем, новизны не вводим». Великое княжество Литовское по своему культурному и политическому уровню находилось несколько ниже, чем древнерусские земли после монгольского нашествия. Поэтому традиции, которые можно было использовать, Литва применила. Например, наблюдалось широкое применение книжного языка, на котором написано большинство тогдашних документов, на которых писались летописи, церковные проповеди. То есть этот язык был живой. Его использовали и простые литовцы, и литовская власть. Им было проще овладеть, чем вступить с местными в конфликт по этому поводу. Доказательством языкового обмена двух народов выдающийся историк Иван Гиенко считает литовскую метрику. До наших дней дошло 566 ее томов. Акты подписывала Великокняжеская канцелярия на протяжении нескольких веков. Ученый доказал, что все эти документы написаны на украинском языке того времени. Они полностью принимали местную культуру, местную культуру. Языком общения на каждой земле, где правила Литва, полностью оставалась местная речь. Заимствовалась и местная культура. Соответственно, на землях Украины они полностью переходили на украинский язык. Именно наша, староукраинская речь и стала основой канцелярского языка Великого княжества литовского, как и соседнего Молдавского княжества. После смерти Великого литовского князя Ольгерда в 1377 году между Гедеминовичами разгорелась междоусобная вражда. В результате борьбы к власти пришел младший сын правителя Ягайло. Он с самого начала вынужден был решать проблемы внутренней нестабильности, которые были вызваны нарушением им же самим принципа старшинства в наследовании престола. Этим воспользовались агрессивные соседи. С одной стороны Тевтонский орден, с другой Московское княжество. В такой ситуации Ягайло начал искать поддержку и увидел ее в соседней Польше. Первым дипломатическим соглашением стала Кревская уния от 1385 года. Про что шлося в замку Украины? О чем говорилось в замке Крево? Речь шла о том, что польские князья обращаются к князю Ягайло с предложением стать мужем польской королевы Ядвиги Анджуйской. Ягайло соглашается. Это предложение также было с таким условием, что он должен креститься по латинскому католическому обряду. Так планировалось христианизировать Литву и присоединить Великое княжество Литовское к польскому королевству. Посмотрите на карту. Кто к кому присоединялся? По территории Великое княжество Литовское в три или четыре раза больше, чем Польша. Но объединялось королевство с княжеством. И статус королевства победил. Права и свободы литовско-русского населения постепенно начали ограничивать. Стало ухудшаться и положение православной верхушки. Ее оттесняли представители католического вероисповедания. Тем временем сосед Великого княжества Литовского Московия крепла и разрасталась. Она не могла спокойно смотреть на то, как Литва собирала Киево-русские земли в одну державу, рассказывают историки. Военные конфликты между правителями начались сразу после легендарной битвы у Синих Вод 1362 года. И Великое княжество Литовское, и Великое княжество Московское, позже Московское царство, это на тот момент были две державы, которые взросли территориально. И Великое княжество Литовское, и Великое княжество Московское, позже Московское царство, на тот момент были государствами, которые росли территориально. Рано или поздно их интересы все равно должны были столкнуться. И они столкнулись на землях бывшей киевской державы. Начиная с XIV века конфликты и войны между Великим княжеством Литовским и Великим княжеством Московским становятся ежегодными. Фактически непрерывно будет идти война с середины XIV века до середины XVI века, до вхождения Великого княжества Литовского в состав Речи Посполитой. Затем ту же политику будет проводить и сама Речь Посполитая. Конфликты были по всей линии границы, от Смоленска к югу в район Чернигово. Пограничные земли постоянно переходили то под власть Московского княжества, то под власть Великого княжества Литовского. Судьбоносной в истории Литовско-Русского государства стала Люблинская уния 1569 года. Это соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским положило начало новому федеративному государству. В историю оно вошло под названием «Речь Посполитая». Перебывание украинских земель в складе Великого княжества Литовского дало им те самые права, которые они малы на тот момент, перебывающие в складе будь какой-то державы. Пребывание украинских земель в составе княжества Литовского – это то же самое, что и пребывание других земель в составе другого государства в период отсутствия ее государственности. Судьба украинских земель отличалась тем, что литовская политика была, если можно так сказать, более гуманной, более украиноцентричной. Литовцы использовали все достижения Украины, все достижения Руси. Они также использовали экономические и милитарные потенциалы украинских земель. Использовали выгодное географическое положение и природные ресурсы. То есть это был период такой мягкой колонизации. Она была значительно мягче, чем потом будет польская. И намного мягче, чем потом колонизация московская. Поэтому в нашей исторической памяти литовский период сохранился как в определенной степени период идеалистический. Украину ожидали новые испытания. Но это уже новый лабиринт истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова